Ребята, всем добрый вечер. У нас уже ночь, честно. Хотя я сегодня раньше пришла с работы. Я пришла... А, я работала до восьми. Весь день я ковырялась, короче, с сигаретами. Пятнадцатого планирую сделать учёт. Ну, кого-то тоже с собой, с кассиров. Возьму, чтобы быстро сделать. В зале посчитать сигареты. У нас же, ещё раз повторюсь, директор уходит. И... Другая директора заходит. И вот этот учёт делается. Вот. Я сегодня на полке всё расправляла. Там специальная сигаретная комната. Потому что уже мечендайзеры, как попало, знаете, ЛД сигареты с этим там то ПС, то Филипп Морис. Короче, там вот такая билиберда, где стики с кентом. Тоже там чё попало вообще сделано. Прямо так куча реально наставлена. И всё. Я, короче, по полочке. Стики у меня все отдельно. Вот. И эти сигареты сюда там тоже кент разложила. Новый. Там такой дурдом. И, знаете, некоторых сигарет даже на полке в зале нету. А я думаю, что покупатели спрашивают этот тот же, сейчас скажу, кент вишнёвый какой-то новый. Я как бы не курю, и поэтому я во вкусах не соображаю в этом. То есть, мне пофигу. Кент, с какой, с какой начинкой. Вообще, по барабану. Так, я хочу, знаете, что-то покушать. Я ещё пришла вечером. Паша, что-то схватился поздно готовить, блин. Я говорю, А, чай попила. Я говорю, ладно, сейчас посплю. А он, короче, как готовить. Наготовил вкуснятина. Оно как бы уже тёплое. А я такая на диванчик прилегла и уснула. Меня, знаете, кто взбудил? Напарник созвонит. Ты слышала новость? Я говорю, Третья наша кассир, которая прошла. я говорила, что она не задержится, которая, ну, как бы, учиться она не хочет, короче. Ей всё, фиолетово, что происходит, движет. После праздников будет на увольнении. А её никто не заставит отработку две недели, потому что, по-моему, до трёх месяцев, что ли, без отработки. что-то такое. Я говорю, зашибись, у меня отпуск на носу. Сейчас Вика уходит, ну, которая вот это, что-то я накладываю картошки, как с голодного мыса. Это, которая товар-то всё швыряет. Да, да, она, кстати, ещё работает. Но нам никого заменить, поэтому что сделаешь? Что есть, то есть. грубиянка, вот. Сейчас ещё немножко как бы разговорились, я это, проснулась. Мельницу пила, наконец-то её тогда купила, и руки дошли, чтобы попить. Так, может быть подогреть векроволновке. Чуток. Сейчас векроволновке ещё. Ну и пока все, короче, болтали, я вот этот сейчас попила, заваривала. Будет так. Микроволновка. Ну и короче, мы эту новость, я говорю, я вообще не представляю, господи, кто, чё, будет работать. Я говорю, у меня там тоже скоро вот у нас ну такая типа напарница, ну, типа я не смогу без выходных. Я говорю, я говорю, тоже ты ходила в этом, в марте отпуск, я с тебя замещала, помните, вот кто со мной. Правда, там ставили 4 дня, но не подряд, а в разноопрос кассира, ну, который ей просто действие показывали, открыть кассы, КСО, закрылась, открыть кассы, КСО, потом инкассация и вечером закрыть. Всё, даже там не смс-анализы, ничего, мы её не просили делать. Думаю, ты же отдыхала две недели. Я не собираюсь отпуск переносить, у меня всё с 1 июня железно. пусть не знаю, кто там, администратор помогает. Ой, блин. не знаю, кто, чём будет, кому помогать. Я хочу тоже отдохнуть. Я, получается, когда последний раз в отпуске была? сейчас скажу. По-моему, октябрь или ноябрь, октябрь, наверное, была в отпуск. Вот такой вот дурдом, девчонки, я не знаю, я давно такого у нас не сталкивалась. Вот этот дурдом начался у нас с января этого года. Как те старшие старшие кассиры шла и всё и понеслось. Я не знаю, что происходит. Уже, ну не знаю, может сейчас директор поменяется, что-то, что-то может быть как-то по-другому будет, хотя я не знаю. Знаете, как будто кто-то отшептал. Вот кошмар, честно. Дума фрукты закончились. И ещё аджики надо. Ещё аджики надо. А я сегодня на складе, пока ковырялась, вот это всё делала, у нас там есть сигареты, старая цена, которую уже, допустим, продают, уже, допустим, на 50 рублей дороже по МРЦ. Ну, я, короче, по знакомым скидываю цены. Ну, типа, классная, классная цена. А кто вот, допустим, ну, кто-то сказал, что это цены, допустим, сигареты старые и могут быть сухие. Я вот в этом не понимаю. но вот у нас тоже там в зале стоят, ещё по старой МРЦ тоже есть. Люди, ну, как бы покупают готов, цена, и на сженний день приходят опять по такой цене покупают. если бы, мне кажется, сильно плохо было бы, они тоже бы не брали. Может, кому как? Не знаю. Сейчас в спальне смотрю. Компьютер тоже включен. Анька спит. Все спят. Я так сладенько поспала. Прямо так крепко отрубилась. Вроде сегодня не с покупателями, не на кассе. Но я сегодня что-то так устала. Может, что-то третий день устала, скорее всего. Вот так вот. До восьми была там на автобусе обратно поехала 25-й Ж. А он не идет до нашего левого берега. Он там заворачивает. Ну, до администрации и заворачивает. Я, короче, вылезла пешком, доехала и две остановки там, получается, от орбиты шла до левого берега. Так хорошо все гуляют. Вообще теплый. уже все распускается цветочки, листочки. Да что такое что-то попало как в глаз. Надо же косметику снимать. и в грузатор пойдем гулять. На улице вообще красота. как сегодня директор мне сказал напоследок. Сегодня она последний день была. Как она не работала, она так какие-то свои вещи там забрать. она такая если будет сильно херово звони мне заберу к себе. Она уходит директором на короче на какую-то немецкую одежду. Видите там тоже девчонки зарабатывают хорошо при графике 2-2. Да. я немного приоткрою. Может мы тут закупорили. Вот такие дела. Делишки. Славка вот с Настей наездили на дачу. Славка же приболел. Температура простыла. Она раздевался тепло было когда плюс 24. Все равно такая погода обманчивая. Все как температура слег. Настя все-таки ушла со своей работы. я думаю может быть она летом на даче будет посадками заниматься огородом. Может к осени куда-нибудь на работу пойдет. Мне в принципе на Элинку можно в какой-то маленький магазинчик пойти. Работа да и все спокойно. ОПРА. О. еще знаете вот в работе все ничем как бы работать с людьми я как бы люблю работать да там общаться когда начинают вот эти вот качественники проверки вот это для меня все вот этот скрипт пипец бывать знаете очереди стоят очередь какие там скрипты уже да там ну ладно там здравствуйте там ты ты этот товар сказ sbp господи так никто не задерживаться никто не работает с этими скриптами хоть бы радовались кто последний остался работать на девчонка хорошо такая жопа говорят везде сейчас такая жопа куда ни коснись везде народу нету куда весь народ делся блин никто не хочет работать я все в шоке мне кажется я постоянно про это говорю как начиная про работу все только словила себя на мысль и кто-то если увольняется вообще капец начинаю бубнить ну а как угодно и говорю по факту что происходит у у нас как есть так и говорю и 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 thus и и и за и и и вот и наелся с вами все почистила тарелку спасибо паше накормил еще сегодня такой торт вафельный купила ну как торт называется как торт вафельный мои тоже чай так или не оставили балтийские как называется сейчас подождите этикетку я найду прикиньте 27 рублей 28 сейчас коробку болта до балтийские с кофе молоком прикиньте 28 рублей ну как вафли господи все равно даже вот если вафельные конфеты покупать они три конфетки там на сколько выйдут на 50 рублей сейчас буду чай пить маис поели оставили значит чуть попозже буду 320 грамм ладно мои хорошие на это не заканчиваем ставьте лайки комментарии завтра выходной завтра будет такой понасыщенный блог сегодня такой себе вот захотелось выговориться потому что только со сменщицей поговорила и короче думаю я сегодня это видео думаю не снимала влог болтушку еще когда ехала с работы ночью на работе была думаю то 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 посниму все мои хорошие все всем пока